Одна из главных задач проекта «Народный бюджет» – вовлечение населения в общественное самоуправление и реализацию проектов развития территории муниципальных образований. Этому будет посвящена наша сегодняшняя программа «Главная тема». В этом году в рамках народного бюджета в Вологодской области будет реализовано 976 проектов. Всего на рассмотрение комиссии поступило почти тысяча конкурсных заявок. Это в 13 раз больше, чем 5 лет назад. В этом году особое внимание – инициативам, посвященным 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из 976 проектов, представленных в настоящее время, 106 проектов так или иначе связаны с празднованием Дня Победы. Уникальность заключается в том, что из этих проектов 17 проектов – это строительство, возведение новых памятников и обелисков на территории наших районов. И, конечно, уникальность его еще и в том, что 83 проекта связаны с приведением в порядок территорий, парков и скверах вокруг наших памятных мест. От Великоустевского района в правительство области поступило 74 заявки. Все они одобрены и будут профинансированы. В Великомустюге в этом году планируется реализовать 20 проектов. Сейчас мы начнем работу уже по подготовке аукционной документации и начнем реализовывать. Думаю, что есть проекты, которые необходимо реализовать в срочном порядке. Это касается проектов, которые надо сделать 9 мая. Это у нас благоустройство территорий у памятника блокадникам на городском кладбище. Также есть проекты, которые надо тоже реализовывать, не затягивать. Уборка опасно стоящих деревьев. У нас есть такая одна заявка на площади коммуны. Два дерева нужно убрать. Остальные заявки, я думаю, что они требуют погодных условий. Из 20 заявок у нас 5 касается детских площадок. Это внутри дворовых территорий дома вышли. И заявки, в принципе, тоже все, повторюсь, прошли уже. Их будем реализовывать уже, когда позволят погодные условия. Значит, заявки у нас и по пожарному водоему есть. Есть по сносу здания Сахарова 37. Это около сквера Нагорного здания, который, в принципе, наверное, давно пора бы убрать. В этом году мы это мероприятие реализуем и будем продолжать работу уже по развитию этого сквера дальше. На переулке Горьковчан тоже проведут довольно масштабные и дорогостоящие работы по строительству наружных магистральных сетей канализации. Финансирование составит более миллиона трехсот тысяч рублей. Еще один важный объект, которому предстоит обновление – сквер на улице Шумилова. Уже в этом году здесь появится новая современная детская спортивная площадка – аллея награждения и тротуар вдоль ее. Все это благодаря депутатам нашего города и меценату Василию Перевалову. Общая стоимость этого проекта – почти 1 миллион 300 тысяч рублей. Все это сделано для того, чтобы подрастающему поколению было где заниматься и идти к новым спортивным высотам. Еще один проект – разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реставрации объекта культурного наследия регионального значения по адресу Водников 39. Это бывшая церковно-приходская школа. Также по улице Водников в рамках народного бюджета построят тротуар в районе дома 45. И это только малая часть из того, что запланировано. Пожарный водоем планируем сделать в Дымково в этом году. Согласование было у нас с пожарной службой. Рекомендую там его установить. В начале января этого года завершены работы по замене уличного освещения во второй части города. Всего установлено 146 новых светодиодных светильников. В целом Великоустельский район находится в тройке лидеров по числу предоставленных инициатив в 2020 году. Помимо городских жителей, активное участие в программе по решению проблем на местном уровне принимают и сельские. В 2019 году на территории сельского поселения Юдинская реализованы 4 проекта. Это ремонт водопровода в деревне Павровниково, приобретение музыкального оборудования для Дома культуры поселка Стрига, замена светильников в двух населенных пунктах в количестве 22 штук и приобретение спортивного оборудования для спортивной площадки в деревне Золотавцево. На этот год тоже большие планы и уже вместо четырех проектов реализуется сразу девять. Будут обустроены новые спортивные площадки в деревнях Журавлева и Рогазинина. Реализация в полном объеме мусорной реформы тоже стала возможной благодаря народному бюджету. В деревнях Галкина, Никулина, Петровская и Аксенова будут установлены контейнерные площадки. Благодаря активности населения планируется реализовать еще несколько проектов. Это будет строительство пожарного доема в деревне Калашова, пошир сценических костюмов для клубного формирования Дома культуры поселка Стрига, изготовление и установка памятных плит в деревне Бобровниково, ремонт пешеходного моста в деревне Колпакова, игровая площадка в деревне Юдина и в деревне Золотавцево. Стоит отметить, что в деревне Золотавцево в прошлом году уже была установлена игровая площадка. По мнению жителей, здесь не хватает волейбольной игровой зоны и спортивных тренажеров. И как только позволят погодные условия, эти планы начнут превращаться в реальность. И заниматься на новой площадке смогут как дети, которых, кстати, немало, так и взрослые. Активная работа по народному бюджету ведется и в других поселениях. В Сусоловском в минувшем году установили фильтры, смягчающие воду и отвечающие за ее очистку. В Орловском по народному бюджету был построен пожарный водоем. А в Саматовинском сельском поселении реализуются проекты по водоснабжению и водоотведению. При поддержке губернатора Вологодской области и правительства в поселке Новатор обустроен пожарный водоем. Произведено углубление пожарного водоема, осуществлен подъезд, оборудование подъезда и спуска для забора воды. Также в Саматовинском поселении в деревне Жеребятево по народному бюджету в прошлом году была установлена детская спортивная площадка, на которой появились футбольное поле, тренажеры и качели для малышей. В этом году жители решили продолжить ее обустройство и подали заявку на ее модернизацию. Сумма проекта свыше 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что с этого года сумма софинансирования из областного бюджета увеличилась с 50 до 70 процентов. И жители и главы поселений отмечают важность и значимость программы «Народный бюджет». Что-то надо спортивное сделать, площадки какие-то, волейбольные, баскетбольные. Я думаю, что надо такую программу иметь, чтобы она была. И не знаю, вот у нас тоже Добранина, вот Надымково, где-то площадку хотят организовать, вот решили. Я считаю, что да. А почему? Чтобы город развивался. Силами этой программы народ может как бы изъявить свою волю, да, то есть там облагородить придомовую территорию, какую-то общественную территорию, построить детскую площадку новую, да, там колодцы строят по народному бюджету. Таким образом, видно, в принципе, проблемные зоны, да, которые беспокоят людей. И их силами, ну, силами людей имеется в виду, можно облагородить наш город. Проект «Народный бюджет» очень необходим сельским поселениям, так как он позволяет решить ряд вопросов, на которые в бюджете сельского поселения недостаточно денежных средств. А при совместном софинансировании областного бюджета и вклада граждан это становится возможным, и многие проблемы становятся реально решенными. И это видно по отношению граждан, так как они активно стали проявлять себя, активно стали вносить денежные средства и подавать заявки. Программа «Народный бюджет» для устюжан – это отремонтированные парки, дворы, подъезды, дороги, школы, детские сады, дома культуры и многое другое. Это то, что мы можем сделать своими совместными усилиями. Это была программа «Главная тема» и я ее ведущая Алена Белозерцева. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.